ТЕАТР Кому-то, быть может, это покажется дежурной сменой футбольных декораций, однако это не так. Теперь болельщики, расположившиеся на юге и севере, смогут быть ближе и душой, и телом к футбольному действию. Чтобы это было ближе, чтобы это было для наших болельщиков более удобно наблюдать за проходящими матчами, я сам даже сейчас залез наверх, посмотрел. Замечательный вид. Замечательный просто. Своеобразной вишенкой любого футбольного стадиона всегда является газон, на котором свое умение и мастерство будут демонстрировать футбольные гладиаторы, к коим мы относим игроков-таме и их соперников. Работы над газоном начались с первых чисел февраля, и сейчас мы уже можем наблюдать плоды этой непростой и кропотливой работы. Подсев был. Сделан из расчета 120 килограмм на поле. Но против природы трудно идти. Конечно, газон стадиона Трут пока по своему качеству, наверное, будет несколько уступать футбольной площадке Барселонского Ноукамп или Лондонского Эмирейтс. Но все, что было возможным для того, чтобы качество футбольной сцены, коим является газон, было на должном уровне в футбольном клубе Томь сделали. Также на стадионе Трут в межсезонье были проделаны и другие работы. Так, к примеру, был реставрирован общественный туалет, посетить который теперь болельщики смогут с комфортом. А это, согласитесь, очень важно. Особенно, когда интрига матча лихо закручена, нервы на пределе. И буквально до финального свитка неизвестно, случится ли хэппи-энд. При этом работы по подготовке к воскресному поединку продолжаются и сделать еще придется довольно много. Последние два дня оставшиеся у нас мы открываем поле, готовим непосредственно поле. И западная трибуна наполовину у нас очистена, а то льда наполовину нет. Достаточно большой объем. Надо вынести весь лед для того, чтобы встретить наших дорогих болельщиков, чтобы было удобно. Где-то, конечно, маленькое что-то и останется. Сразу же просим нас простить за это. И останутся у нас входа служебные из горсада. Завтра будет полный японец трактор. Вытащим все. И центральный вход от льда освободить. На воскресенье заказаны две машины песка. Если где-то будет лед, мы все это засыпем, чтобы люди прошли безопасно на наш стадион. Любой уважающий себя театр не может обойтись без достойного буфета. И футбольным в этом отношении не исключение. Как всегда, болельщики смогут, помимо игрового зрелища, поглотить и мирские плоды в виде вкуснейшего в Сибири шашлыка, плова и других наших томских фастфудовских особенностей. Так что обязательно приходите в воскресенье на стадион Труд, работники которого сделают все, чтобы вы себя здесь чувствовали уютно и комфортно. Надеемся, постараются доставить всем нам радость и футболисты Томи.